Всем добрый день, меня зовут Андрей, я руковожу Brand Company, мы занимаемся нейромаркетинговыми исследованиями. Я буду рассказывать про то, как выглядит процесс исследования, как мы получаем какой-то заказ, какие есть этапы, как мы анализируем данные в двух словах, что получается на выходе, почему это может не работать, какая есть критика подхода. Ну, в общем, все расскажу. Сначала пару слов о том, кто мы и чем мы занимаемся. Мы на рынке примерно полтора года, у нас команда из 8 человек, мы тестируем рекламные материалы, в первую очередь, игровые продукты и интерфейсы. Вот, собственно, это мои коллеги. В целом мы довольно все молодые, амбициозные, можем собой, мне кажется, охарактеризовать индустрию нейромаркетинга, потому что нейромаркетинг, мне кажется, тоже нечто такое молодое и амбициозное, как и мы. Мы за наше время существования выиграли ряд конкурсов, получали разные гранты, становились лучшими текст-сартапами Сколково, лучшими нейронет-сартапами МТС, успели поработать с разными компаниями, и один из наших самых ключевых, любимых клиентов — это MLR Group, и нам очень приятно, что мы здесь находимся с вами. Переходим к делу. Собственно, почему это все нужно, да, собственно, в разрезе анализа интерфейсов? У нас, собственно, есть разные варианты понимания того, что происходит с потребителем. Как мы можем понять, какие-то проблемные места в интерфейсе или в чем-либо еще. Зачастую используются различные моделирования, известные всем АБ-модели, которые дают крутые модели, да, но они нам не дают то, почему человек повел так и не иначе, почему он нажал сюда, а не на другую кнопку. Мы не понимаем, что было перед решением человека, что его, вот почему он сделал так, а не по-другому. У нас есть анкеты и опросы, мы задаем людям различные вопросы, и по факту мы здесь получаем рационализированные данные. То есть мы спрашиваем человека, почему ты думаешь, что вот нужно было нажать сюда, почему ты думаешь, что тебе больше понравился красный цвет, не почему тебе больше понравился, допустим, тот или иной логотип, да, или тайльная реклама, а почему ты так думаешь? Человек задает вопрос, он начинает рассуждать. Ну, наверное, не понравилось это, потому что нэ-нэ-нэ-нэ. Возможно, это не так. Мы не можем быть в этом уверены до конца. В свою очередь, соответственно, мы предлагаем вариант нейроисследований, который заключается в том, что, по сути, это тип качественных исследований, потому что у нас выборка все-таки небольшая, и это предполагается, что некоторое является заменой фокус-групповым дискуссиям и интервью. Мы здесь используем нейробиологический инструментарий, и мы исходим из того, что это значительно более объективная информация о потребителе с точки зрения качественных методов исследований. Ответственно, возвращаясь к вопросу, который был, как нам кажется, такого человека как нейромаркетолог в жизни не существует. Есть команда, которая состоит из разных людей. Есть человек, который разбирается в нейробиологии, есть человек, который разбирается в анализе данных, и есть человек, который разбирается в менеджменте и в маркетинге. И вместе с собой они образуют вот некоторую такую вот функциональную боевую единицу. При этом каждый из этих людей должен разбираться хотя бы по верхам в смежной области, для того, чтобы они могли общаться друг с другом и делать какой-то проект успешным. Соответственно, вот есть такая вот некоторая единица, которая решает различные проблемы. Соответственно, как выглядит нейромаркетинговый проект? Есть разные этапы. Сначала, в первую очередь, нужно понять, какую задачу мы решаем, и исходя из того, какую задачу мы решаем, какие нам нужны инструменты. Будем ли вообще использовать нейро что-то? Нужен ли нам электрон сфолограф или полиграф или трекер глаз или что-то еще? Потом мы готовим эксперимент весь, проводим пилотные исследования. Тема идет этап замеров, когда на человека надевается оборудование, он взаимодействует с интерфейсом или смотрит рекламный ролик, или что-либо еще происходит. Потом мы анализируем данные, потом мы их интерпретируем, понимаем, что все это означает, и даем какие-то рекомендации, потому что менять для того, чтобы было хорошо. И самое сложное, что здесь есть, это анализ данных и их интерпретация. Анализ данных сложный, потому что здесь мозг — это нечто, что непонятно, как работает, и там довольно сложные есть процессы. А интерпретация данная сложная, потому что она может быть спорной. К этому мы чуть позже вернемся. Здесь нет такого, что точно вот так вот они по-другому можно интерпретировать. Ответственно, как нам кажется, в разрезе исследований интерфейсов и разработки есть несколько этапов, на которых это может быть полезно. Во-первых, на этапе исследования можно проанализировать интерфейсы конкурентов, понять, какие у них есть слабые места и, соответственно, какая может быть неудовлетворенность на рынке здесь. На этапе определенной стилистики, дизайн-концепции, оформления можно выбрать подходящий мудборд, подходящее оформление, различные анимации, которые наилучшим образом подходят. И, соответственно, на этапе готового интерфейса можно понять, какие были проблемные места с конкурентами и понять, что можно было бы интегрировать к себе для того, чтобы все это стало лучше. Я хотел бы сейчас отметить еще то, что нейромаркетинг — это не про то, что мы что-то исследуем и потом говорим, как вот надо жить. Это про выбор счета. Всегда есть какие-то альтернативы, альтернативные варианты, и можно понять, какой из этих вариантов был наиболее приемлем с точки зрения различных метрик. Соответственно, метрики, которые есть в нейромаркетинге, и большая часть из них, соответственно, мы, как бренд-компании, с которыми умеем работать, — это эмоции, это запоминаемость, сколько запоминаем был тот или иной контент, это внимание, вовлечение в процесс, альтернативная нагрузка, то есть насколько сложно было оборовать информацию, с какой, можно сказать, с какой количеством ресурсов мозга был использован сейчас, — это раздражение, это стресс, и это разные поведенческие данные, которые, честно говоря, зачастую являются такими же полезными, а иногда даже более полезными, чем различные нейропоказатели. Соответственно, основными инструментами, которые используются здесь, является айтрегер, инструмент, который сделан для того, чтобы определять движение глаз человека, это электроэнцефалограф, это такая шапочка, которая надевается на человека и позволяет определять биоэлектрическую активность мозга, и из этого вводить ряд метрик. Это полиграф, он же детектор лжи, который позволяет записывать различные вегетативные реакции, сердцебиение, наполнение крови сосудов, то, как руки потеют, из этого делаются разные характеристики, соответственно, реагирование также. И зачастую анализируется также мимика человека, иногда делается эксперт, иногда с помощью различных автоматизированных алгоритмов. Этап подготовки выглядит следующим образом. Соответственно, надевается оборудование человека. Вот это сейчас. Если говоря, вот это действие происходило в Mail.ru. То есть вот таким образом надевается шапочка, чистится голова от волос, вот расставляется на стороны. После того, как чуть-чуть голова расчищена, добавляются вот эти вот дырочки специальные в лунке, добавляется гель, такой проводящий гель, который, собственно, уменьшает сопротивление между головой и электродом. И потом ставятся электроды. Сейчас у меня еще одно видео будет. Вот так все это происходит. Собственно, вот в эти лунки вставляются электроды. Да, вот так и живем. Вот. Эта процедура занимает обычно около 20 минут. То есть 20 минут человек пришел, мы на него все надеваем, настраиваем все оборудование. После этого начинается какой-то эксперимент. У меня, к сожалению, нет никакого видео с экспериментом с интерфейсами, поэтому у меня будет запись происходящего интерфейса с играми. Соответственно, он тоже, кстати говоря, был тоже тут в Mail.ru. То есть здесь мы видим, вот человек в шапочке сидит, играет в игру, таким образом перемещается его взгляд. Еще там чуть-чуть видно, как изменяется его электроды цифрограмма. В итоге мы собираем данные с разных людей и их каким-то образом анализируем. Анализ данных — это довольно сложный этап нашей работы. Там есть… Вот таким образом выглядят наши первичные данные. Это электроды цифрограмма. Мне ничего не понятно, когда мы на него смотрим. Потом мы пытаемся проанализировать и понять что-то чуть больше про нее. Есть ряд преобразований, которые делаются, но это уходит некоторое время. После того, как мы преобразовали нашу электроды цифрограмму во что-то более удобоваримое, мы пытаемся понять, что это значило все-таки на человеческом языке. Мы пытаемся преобразовать сигналы в метрики. Метрики бывают… Метрики стоят, скажем так, из двух типов. Мы можем использовать данные из литературы. Кто-то до нас открыл, что, скажем, определенные зоны мозга, определенные ритмы связаны с эмоцией. Мы прочитали это в статье, и мы считаем, что у нас будет точно так же. Это используем. Второй вариант. Мы используем свои данные. Мы провели сами эксперимент, сами выделили какую-то метрику, и мы ее сами используем. Соответственно, я расскажу сейчас, как выделяются метрики. Естественно, одна из метрик, которую мы выделили, это была метрика увеличения раздражения. Что происходило? Люди играли в игру Need for Speed Underground 2. Это такая гонка классическая. И у них были разные условия. В одном случае у них был обычный заезд с оптимальным уровнем сложности. В другом случае у них было 10 кругов без соперников. То есть человек просто ездил так по кругу 10 раз и занимал у него примерно полчаса, и все начинали скучать довольно сильно. И затем мы ставили те же самые 10 кругов, только с первой передачи на скорость 50 км в час. Мы понимаем, как это бесит. То есть ты играешь в эту игру, у тебя 50 км в час, первая передача, но это невозможно просто. Соответственно, мы анализируем данные и понимаем, что вот кей, когда у нас увлечение, у нас вот такие процессы происходят в мозгу. Да, вот так все идет. И это именно связано с игровым процессом. То есть если мы прочитали это в литературе, что есть увлечение, скажем, на рекламный ролик, а мы это используем в игре, может, это не будет работать. Если мы именно на игровом контенте нашли кредитное увлечение, мы предполагаем, что на другой игре это тоже может работать. Или, например, вот когда мы выделяли метрики, связанные с калентинной нагрузкой, то есть сложностью использования, там что происходило? Люди взаимодействовали с банковским приложением, некоторым, и в одном случае им нужно было просто выполнять задание, а в другом они должны были выполнять задание, параллельно считать. То есть просто вы делаете что-то и говорите один, два, три, четыре, пять. Это не очень сложная задача, но поверьте, это не так легко, как кажется. Соответственно, мы исходим из того, что когда человеку нужно делать одновременно два дела, ему сложнее. И если мы сравним два вот этих вот варианта сложной задачи с простой задачей, когда в одном случае мы анализировали там, ну, один количество ресурсов мозга, а в другом больше, то мы таким образом можем понять, что это есть калентинная нагрузка. В втором случае человеку было сложнее. И затем мы это можем использовать уже для разных задач. Но тема у нас оказывается, что все люди разные. Кто-то с утра выпил кофе, кто-то расстался с девушкой, кто-то просто такой, не знаю, странный человек. И мы не можем взять и всех в одну кучу валить. Мы должны сравнивать человека с себя, с им самим же. Для этого мы, собственно, анализируем данные с помощью называемых Z-скорс, когда мы, соответственно, значение человека, которое у него было, вот это на, скажем, натурную страницу приложения, сравниваем с ним же в покое, учитывая еще его разброс данных, его стандартное отклонение на так называемом бейслайн. Мы все это провели, все хорошо, и мы переходим к результатам. Получаем какие-то метрики. Допустим, мы получили нечто такое. Что здесь происходит? Во-первых, мы получаем, это уже, соответственно, некоторое исследование некоторых приложений, интерфейсов. У нас есть разные приложения, и мы анализируем поведенческие данные. То есть здесь это приложение взаимодействия, в целом сколько человек времени провел с приложением, количество действий, которое он сделал для этого, и наши метрики, которые мы получили с помощью нейрометодов. То есть мы видим вовлечение в процесс, военность эмоций и континентная нагрузка. Насколько было сложно. Сходя из этого, мы понимаем с вами, что вот есть приложение номер 3, если данные, они случайно подобраны, ничего нет, реакции на которые были, будем говорить, оптимальными. То есть это была в целом нейтральная эмоция, была когнитивная нагрузка, которая была небольшая по сравнению с приложением 2. В приложении 2 мы видим с вами отрицательную эмоцию. И мы думаем с вами, что вот это приложение 3, оно является самым хорошим. А наше приложение 2, оно проигрывает ему. Что нам это дает хорошего? В целом ничего оно нам не дает. Мы нашли проблему, но мы не знаем, как ее решать. Как ее будем решать? Для этого мы должны дальше анализировать данные. Здесь вот, соответственно, мы приводим изменение метрик по секундам. То есть это один человек, мы смотрим на то, как у него каждая метрика менялась в течение времени. И, соответственно, это вот секунда, а это насколько сильно она менялась. И наша задача понять, что происходило с человеком в течение времени. Мы смотрим на его взаимодействие и понимаем, что вот, была с первой по 30 секунду, он был на странице 1, потом был на странице 2, потом вернулся на страницу 1, потом пошел на страницу 3. Ну, говоря вот так вот. Мы вот так вот все размечаем, понимаем его реакцию на каждую из страниц, и после этого строим граф приложения. Что здесь происходит? Значит, мы говорим, что вот есть главная страница у приложения номер 2, да, есть страница 1, страница 2, страница 3, они между собой связаны, есть страница 5, страница 4, они между собой связаны таким образом. Ответственно, здесь вот цвет кодирует то, насколько человеку было сложно на этой странице. Размер кружка, насколько много времени он провел на ней. И толщина от этой линии, сколько он сделал переходов туда-обратно. Это приложение 2, это приложение 3, которое мы решили, что будет наша бенчмарка, с которой мы будем сравнивать. Приняя такой анализ, мы можем сказать, что в целом приложение номер 3 обладает более успешной архитектурой. Ну, это просто так можем сравнить. Мы ищем проблему у нас и пытаемся понять, в чем конкурентное преимущество было, почему приложение 3 дало нам более высокие показатели. После этого мы можем с вами понять, что у нас есть определенные проблемные страницы, которые вызывают негативные реакции. Вот, например, здесь это страница 2. Она вызывает высокую когнитивную нагрузку, и на ней люди много времени проводят. Мы понимаем, что люди на ней находятся, они не понимают, что происходит, они на нее регулярно возвращаются, и им сложно. Мы пытаемся понять, что не так с этой страницей. Для того, чтобы понять, что это не так, нужно посмотреть на аналогичную в нашей бенчмарке. То есть вот у нас есть наша страница 2, да, и вот у нас есть аналогичная страница у конкурента. Сначала можем понять просто, что вот страница 2, она связана, у нее, допустим, есть три связи, а здесь у нее там четыре. Ну, это просто такой вариант. Возможно, проблема в количестве связей, которые есть, или в названии страницы, на которые нужно переходить. Возможно, проблема не в связях, а в визуальном оформлении. Мы сравниваем, по сути, одну и ту же страницу в разных приложениях, только в одном приложении это, опять же, вызывает негативные реакции, а в другом положительные. И мы считаем, что если мы интегрируем с вами частично оформление второго приложения на эту страницу, то тогда наши метрики, они будут выше. Это все хорошо, но в принципе не очень. Какие есть ограничения метода? Как мне кажется, есть ограничения несколько. Во-первых, кто-то уже подмечал за вас то, что респонденты в лаборатории могут себя вести не так, как в жизни. Не факт, что если на вас поставить электроэнцефолограф, вы себя будете так же вести, как вы себя ведете в обычных обстоятельствах. Ну, очевидно. Во-вторых, как мы с вами понимаем, далеко не все задачи решаются с помощью нейра. С помощью того же поведенческого анализа, построения тех же самых графов, можно довольно много всего полезного понять. Да, нам полезно понять, что на этой странице люди провели много времени, и одновременно с этим они не понимали, что происходит, у них была высокая нагрузка. Но в целом нам было бы тоже хорошо, если бы мы просто посмотрели, мы поняли бы, что они здесь провели много времени. Я еще провел много времени на этой странице, значит, что-то не так. Правильно? То, что у нас есть дополнительные данные о том, что им было сложно, это, конечно, хорошо. Но в целом во многих ситуациях можно без этого обойтись. Али, непонятно связь с реальным поведением. Когда мы с вами провели какое-то исследование, нам довольно тяжело понять, насколько это реально отразится на пользователях, насколько они станут реально счастливее от этого. Мы сделали, скажем, новое приложение, и одно дело, допустим, в маркетинге, хоть и там тоже, на самом деле, тяжело, но там мы в теории можем понять, что у нас продажи увеличились, или конверсия, или что-то еще. С приложением все куда сложнее. Мы не можем измерить так легко удовлетворенности от того или иного опыта. Далее. Зачастую у нас нет бенчмарки. То есть нам не с чем сравнивать. Мы можем исследовать какое-то приложение или какую-то игру, но после этого мы не понимаем, с чем ее сравнить. У нас есть просто данные, что вот это плохо, это хорошо. А как сделать лучше? Мы начинаем фантазировать. Не факт, что наши фантазии придут к чему-то хорошему. Далее. Интерпретация данных. Интерпретировать можно по-разному, собственно, то, что у нас происходит. И мы не можем быть уверены до конца в том, что если у нас есть карантинная нагрузка высокая, и человек провел много времени на странице, что он в то время страдал. Может, он просто, не знаю, что-то еще делал, и мы не можем прочитать его мысли. Возможно, наши метрики могут не работать на другой аудитории или другими приложениями. Например, вот наша метрика вовлечения, мы выделили ее на гонки. Может быть, если мы будем смотреть не на гонки, а, скажем, на стрелялки, она не будет работать. В теории такое может быть. Мы верим в то, что это не так, но в целом такое вероятно. Есть такое. Да, и нам, как я уже говорил, тяжело измерить результаты по тому, стало ли лучше от того, что мы интегрировали то или иное нововведение после тестирования. Как в целом работа идет с клиентами? В целом здесь ничего нету нового. Это как и обычное агентство. То есть подписывается NDA, интервьюируется проектная команда, согласуются сроки и бюджеты, формируется выборка, разрабатывается данный эксперимент, утверждается, разрабатываются рекомендации, дается отчет и пул рекомендаций. Тут ничего такого нету. Это как обычное агентство делает, так же делаем мы. Ничего особенного здесь такого сложного нет. При этом есть ряд факторов, которые влияют на цену и на сроки проведения исследования. Ответственно, в первую очередь, это то, насколько сложная задача, насколько сложный рекрут у нас был, насколько сложная проблема, насколько сложный анализ данных, на какое мы оборудование используем, сколько раз нужно померить. И, соответственно, средний проект длится около двух недель и начинает стоимость от 350 тысяч. Что повторить? Все повторить сначала? А средняя продолжительность проекта около двух недель, стоимость начинается от 350 тысяч. Но это лично у нас. Все, спасибо, буду ответить на вопросы. А вот вы сканировали и мужчин, и женщин. У женщин же может сложнее, чем у мужчин, правильно? Нет, в целом мозг мужчин и женщин, он не сильно различается. Ну, то есть, есть определенные различия, но они являются более тонкими, чем точность наших исследований, так скажем. И они здесь могут учитываться, если мы хотим смотреть на какую-то сегментацию. То есть, если мы хотим сравнить реакции на приложение мужчин и женщин, мы можем смотреть мужчин и женщин, смотреть, чем они различаются. В целом, реакции являются довольно схожими, если это не что-то такое прям суперспецифическое. То есть, на самом деле, такое может быть. Кстати говоря, сейчас вот будет выступление Ксении Стериной. Она как раз там провозили один проект, где сравнивали реакцию мужчин и женщин. И там как раз некоторые реакции были различались. Вот это вот после перерыва дан. Добрый вечер, Анатолий Казаков. Допустим, вы провели исследование, получили результат, да, что вот один интерфейс людям нравится, другой не нравится. Допустим, там голубой приятен, а в красном цвете неприятен. Ну вот вы получили этот результат. Но заказчика вряд ли он удовлетворит. Он хочет получить какие-то рекомендации. Как вы это делаете, что вы в этом случае рекомендуете? Кроме того, что, ну, используете первый вариант. Ну, это тривиально. Наверное, он что-то больше вас ждет. Спасибо. Арития, тут вопрос. Ну, если у нас есть две версии приложения, то есть на заказчике есть два версии приложения, синий и красный, и задача стоит в том, что выбрать лучше синий или красный цвет в одном том же приложении, то решением задачи является сказать, что синий лучше, чем красный. Это просто такая задача стояла. И если задача была, скажем, поисковая, посмотреть на приложение в целом все синего цвета, допустим, на Facebook, да, и какое-нибудь красное приложение, и сказать, что это в целом лучше. Такая задача или нет? Я не до конца понял. Нет, еще раз, все зависит от задачи, которая при нами стоит. Если у нас есть два варианта приложения, одного и того же, который различается только цветом, да, то есть абсолютно в остальном они одинаковые, и нам требуется сказать, какое из них лучше, то мы скажем, что тот вариант, на котором метрики были более оптимальными, он является более предпочтительным. Если на задаче не стояло такое вот прям вот ребром, да, вот выбрать, что у нас было одно приложение, допустим, один вариант синего цвета, второй красного, да, третий зеленый, нужно сказать, какое это стояло оформление будет лучше, то это значительно более сложно задать, что причине, что есть много переменных, которые влияют, да, ну, грубо говоря, зеленые приложения, это, скажем, Twitter, да, синее в Facebook, а красное, что у нас бывает красного? Кока-кола. Вот, и возможно, на то, что мне понравилось красное, это потому, что мне нравится Кока-кола, а не потому, что он красного цвета, да, это может влиять. Соответственно, здесь нет такого четкого решения этой проблемы, и довольно сложно решить ее, конечно. Здравствуйте, Наталья Гончарова, Плюска. Спасибо большое за интересную, такую динамичную, честную презентацию. У меня два вопроса, об связанных с методологиями. Вот первый вопрос, сколько и как, сколько и какие, наверное, и как вы выбираете параметров для оценки или то, что вы называете метриками. И для второго вопроса надо будет вернуться на слайд, где у вас этапы. Большой список. Вот, нет, назад. Вот это. Вот это, да. Первый пункт вызвал вопрос. Найти исследование, найти слабые и сильные стороны конкурентов, понять… Вот слабые и сильные стороны, это вот что вы делаете вот в этом первом пункте. Спасибо. Давайте первый вопрос, какие мы используем метрики, да, и каком параметры. Это зависит, опять же, от задачи. Если перед нами стоит задача понять, какой интерфейс вызывает более позитивные эмоции, скажем, да, то мы будем замерять эмоции, и на остальное нам будет не так важно смотреть на остальные параметры. Если перед нами стоит задача какая-то более сложная, то мы будем смотреть на что-то еще. Вот вы приводили в пример, сколько задерживается взгляд на изображение, как часто возвращается, или на странице что-то такое. Вот я услышала три. Вот как часто и каким образом вы определяете, сколько будет параметров при оценке, и это меняется, это число меняется, или это, ну, есть какой-то оптимальный набор. В большинстве случаев мы используем три наших метрики, то есть это валентность эмоций, это калитийная нагрузка, это вовлечение. По той причине, что мы их уже много раз использовали, и мы в них уверены, потому что они работают. Остальные мы можем использовать под сложные задачи. Например, опять же, Ксения будет рассказывать после притрива про довольно сложную задачу, где мы используем метрику как тревожность, которую мы как раз для этого проекта мы ее использовали, и других проектах мы ее не использовали. Потому что нам это было нерелевантно. Если говорить про вот это, здесь имеется в виду, что мы предполагаем, вот мы не раз этим этапом не работали. То есть это сразу, что не факт, что это так как раз, но и есть в жизни. Но суть в том, что мы исходим из того, что можно проанализировать приложение конкурентов и понять, что вот у этого конкурента, например, взять 5 приложений с разными 5 архитектурами, скажем, понять, что приложение с архитектурой, скажем, наиболее линейной, они вызывают наиболее оптимальные реакции. И нам нужно, соответственно, сделать приложение, которое будет тоже с линейной архитектурой, не будет такой диффузной, например. Или можно сказать, что приложения, которые оформлены зеленым цветом, они на рынке, они вызывают более позитивные реакции. Соответственно, для нас нужно тоже зеленые использовать. И при этом никому не нравится, что, скажем, есть некоторая страница, которая во всех приложениях вызывает нечто негативное. И если мы сделаем ее как-то по-другому, вероятно, она не будет вызывать у нас негативные реакции. Вот так вот так. Получилось ответить? Да. То есть это не вы определяете на входе слабые и сильные стороны, просто суть по слайду выглядит так. Но это понятно. Спасибо. Очень животрепещущая тема, потому что с сайтами всегда все очень сложно. Можно три вопроса? Вопрос номер один. Эмоции, стресс. Почему вы делили отдельно? Просто интересно, почему стресс как метрика отдельно? Я просто не разбираюсь, почему именно так. Это вопрос о том, откуда эта метрика берется. То есть стресс, это мы анализируем показатели сердцебиения. А эмоции? А эмоции это то, что мы анализируем из мозга. Но это просто разная природа данных, так скажем. Второе. Немножко испугался зал, только такие шапочки у вас? У нас, да. У вас, да. И третьего… У коллег из Нейротренда шапочки, которые куда проще носить. Какие молодцы коллеги из Нейротренда. Да, согласен. И третий вопрос касательно уже непосредственно вы общаетесь напрямую с клиентом. Запросы разные. Если на секундочку вот мне как маркетологу на секунду отвлечемся от всех нейрофизиологических процессов, и мне с этим нужно что-то делать. Вот вы взяли и сравнили там, предположим, два формата приложения. У одного пользовательский путь там короче, у другого длиннее в зависимости от потребности приложения. Вот сейчас, раз вы так глубоко в этом во всем находитесь с точки зрения анализа сайтов, приложений, можно ли мне назвать пару-тройку определенных показателей, которые хоть как-то варьируются с традиционными юзабилити-тестами. Хоть какая-то увязка из разряда «ребята». Вот мы поняли, что на этой странице вот эти метрики на таком-то уровне, там, в числах и лектата. Мы можем спрогнозировать, прогнозировать, что, предположим, там, конверсия или объем покупок, либо там лиды и так далее. Ну, все вот эти наши громкие, уж мейлы, аудитории знакомые. Слава? Да? Как-то изменятся. То есть, есть ли в этом направлении какое-то развитие? Смотрите, у нас пока что недостаточно для того, чтобы делать какие-то общие выводы о том, как условно делать интерфейсы или стать или что-либо еще. Мы не можем говорить, что у нас есть какие-то закономерности, которые можно распространять куда угодно. Пока что единственный вывод, который мы смогли сделать, но он довольно очевиден, что если мы даем много информации на странице, то это вызывает рост контактивной нагрузки. Это довольно очевидно, я думаю. Это то, что качуют из проекта в проект. Остальные вещи, они являются, как мне кажется, нераспространяемыми на другие индустрии или другие приложения или другие сайты. У нас была попытка как раз сделать такой общий вывод по оформлению приложений и про то, что вышло, расскажешь после перерыва Ксения. Спасибо большое. Давайте еще раз благодарим Андрея.